Всем привет! Я сегодня поговорю о менталитете, о турках, о жизни. Подниму этот вопрос. В принципе, он был уже и ранее как-то на канале у меня обсуждался, но так как это часто встречается в видео, много новых, ну, в письмах, которые я получаю от подписчиц, и новые подписчики есть, кто-то в старых видео не колупается, в общем, не ищет, да, старую информацию. Я хочу поднять эту тему вообще, вот с опыта, который я здесь прожила, что я здесь вижу у людей, и немножко психологии, да. Стоит ли принимать ислам, если турок об этом просит? По жизни, да, вот тут пожив, посмотрев, какие бывают взаимоотношения, когда вам турок, например, ездит по ушам, а это ложь и ездит по ушам, когда он говорит, ты что, все жены моих друзей приняли ислам, и все в порядке, ты тоже должна, или никто тут не вести, все только мусульмане, в страннике христиан нет, как бы это, 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 ну, это, наверное, у вас очень религиозный или зашоренный партнер, да, здесь турки многие, не все, кстати, ну, большинство, назовем так, да, в стране это мусульмане. Да, есть такая там, есть такой пунктик у верующих, что надо обратить в свою религию, привести человека в религию для того, чтобы для тебя это, ну, словно, будет зачтется наверху, ты сто процентов попадешь в рай. Уровень здесь религиозности у граждан разный, есть кто-то очень сильно верующий, есть кто-то вообще ничего не соблюдающий, они все равно остаются мусульманами при этом, да, ну, ведут довольно-таки светский образ жизни, и к религии они вообще не вспоминают, так же, собственно, как у наших странах где-то. Если такой вопрос категоричный, да, турок говорит, ты должна, ты обязана, по-другому здесь никак, блин, ну, вот я вам пример живой-живу, ничего в порядке, ничего не меняла никуда, ни фамилию, фамилию поменяла после брака, но именно турецкая не меняла, религию не поменяла, живу в светском обществе, все у меня в порядке, живу даже, наверное, где-то свободнее, чем бы я у себя в стране, например, жила. И таких очень много вокруг меня, таких примеров. Если вы входите в такую религиозную семью, где оказывается давление, у меня вообще вопрос к вам, зачем вам это надо? Я считаю, что менять религию нужно, когда ты в это веришь, когда твоя душа этого просит, и ты чувствуешь, например, что сменив религию, придя к Богу, хотя, кстати, Бог един, даже в Коране это написано, просто Бог, слово это Аллах, а есть просто слово Бог, то есть, по сути, неважно и религия, и трактовка, а Бог у всех, я вообще советую Коран почитать, интересное чтиво, кстати, в Турции можно найти некоторых книжных на русском языке, у меня есть, я читала интересная литература, но я не верующий человек, ни в какую вообще религию, ни в свою там, которую меня, скажем так, обратили при рождении, ни в мусульманскими, ни в как. Так вот, короче говоря, если ваша душа просит, вы хотите, это не зависит от того, вам это муж или парень говорит, советует, подталкивает, у вас это должно быть ваше внутреннее решение. Я также знаю некоторых девушек здесь, которые переехали, и, например, поменяли религию. Кстати, есть у меня несколько знакомых, которые после развода поменяли религию с развода с турком здесь, в Турции, потому что они, скажем, поверили, почувствовали, у них потребность вот эта пошла, и не говорит не о том, что они покрытые, кстати, не все абсолютно покрывают волосы. Короче говоря, я знаю таких, кто поменял религию, не под давлением каким-то, а по своим устоям определён. И классно, и они счастливы, им хорошо, им здесь комфортно. Я знаю, которые сюда переехали, для того, чтобы жить в мусульманском обществе, они религиозно верующие, ну, кстати, там одежда такая же светская абсолютно, взгляды такие же там и так далее, просто им комфортнее, что здесь много мечетей, там, я не знаю, там, когда, там, например, Курбан-Байрам от мечет, вы понимаете, да, то есть в обществе им комфортнее сейчас, поэтому они сюда приезжали. И при этом, я не скажу, это не супер какие-то там очень закрытые религиозные люди, абсолютно, это молодая пара, короче, молодая семья, муж с женой. Им здесь комфортно, классно, просто им ощущение себя, но они там в религии. То есть это же тоже как ты трактуешь вообще, как ты в это веришь, это индивидуально от людей всё зависит. Так вот, к вопросу, менять религию, когда просит турок, вот я здесь поживя скажу, я бы из принципа ничего менять не стала, хотя бы пока вот я не захочу или не поверю в это. Потому что мужиков у тебя много, а родина, там, родители или религия твоя, то, что ты веришь, вера во что-либо, она у тебя одна, и она с тобой в твоей душе, а мужики приходят и уходят. Сегодня это турок, завтра там ещё кто-нибудь, потом католик, протестанец, что ты, блин, под всех религию будешь менять? То есть это как бы странно, да, история вообще. Это не про любовь, а про манипуляции. Как сделать так, чтобы остаться с человеком? Надо пойти на какие-то условия. То есть про внутренний стержень и про ваше желание. То есть если у вас внутренний стержень есть, я бы, я вообще, не знаю даже, у меня тут просто понятие сразу подгорать начинает на эту тему. Это поменять, пойти на уговоры какие-то и сменить религию для того, чтобы в угоду кому-то стало от этого хорошо, например, вашему избраннику, он почувствовал себя молодцом, немножечко и попал в рай, как он в это верит. Наверное, пусть не грешит. Правильно, соблюдает постулаты религиозные. То, что попадет в рай, не обязательно кого-то куда-то принудительно или фальшиво заманивать, да, или обманывать каким-то образом. Пусть правильно себя ведет, живет по религии и тоже окажется в рай. Или это, знаете, напряжно. Надо же как бы все соблюдать, верить в это. А тут что, обратил в одну религию, галочку поставил, живем дальше и грешим. Правильно? Поэтому, если это по ваше желание вам классно, я очень за вас рада, если вы себя в этом найдете. Пожалуйста. Да любая вообще, буддизм, хоть что. Что вам по душе приходится. Главное, чтобы вам было хорошо. Если вас прям заставляют и условия выйти замуж, и говорят, тогда браки не заключаются. Вранье полное. Государственные, светские браки, назовем так, государственные в ЗАГСе, не важна религия, всех расписывают. Если религиозная семья и там никях хотят сделать религиозный брак, я вам открою секрет, что есть такие очень много, кто не поменял религию, и религиозный брак делали никях. Они просто имаму не говорят, что она другой религии. Прикиньте. И имам, понимая ситуацию, не спрашивает. Или если спрашивают, то его обманывают. И говорят, что она поменяла религию. А на самом деле этого ничего не было. И таких историй очень много. И живут дальше следующим днём, и всё у них в порядке. То есть религия — это ваша вера, это частичка ваша. И менять это под каждого встречного и поперечного, конечно же, не нужно. Это просто терять себя. И насколько тогда вопрос, сильна ваша вера во что-либо, если вы готовы её применять на что-то другое, если вас об этом попросили или ради кого-то, или ради чего-то. Ну, короче, вопросики, да, возникают к самому тому факту. Вообще, обратите внимание, если ваш избранник, будь даже не турок-араб, например, будет, пожалуйста, тоже мусульмане, если вас давят вообще вот этим вопросом, то есть вас как личность не принимают без смены религии, то есть вам надо условие какое-то сделать, это не безусловная любовь. Это любовь за условия, за принятие каких-то правил. И сегодня религия, завтра другое вас попросят сделать. Это не про искреннюю любовь. Если у вас вопрос задавал ли мне когда-то муж, буду ли я менять религию, наверное, может быть, один раз у меня он спросил, я просто сказала, ты бы хотела? Я сказала, чего? Нет. Я, во-первых, ни во что, ни в кого не верю, ничего менять ни для кого, у меня категоричная, то есть у меня был свой вот это стержень, такой категоричный точный взгляд на эту тему. И он меня спросил не с целью переманить меня в какой-то лагерь, он просто спросил, поинтересался, как ты думаешь на этот счет. Я когда вот так ему четко тэ, стена, он, господи, я, говорит, просто спросил, узнал. Я, говорит, даже не плане, мне, говорит, вообще наплевать какой-то религии и так далее. Хотя из всей семьи, у меня очень светская семья, но мой муж, наверное, самый религиозный, он там намаз каждый день, конечно, вообще не читает, он сейчас от этого всего отошел, но раньше он очень сильно верил, ходил на пятничные молитвы обязательно. Каждый вечер, кстати, он молится перед сном, это вся история, естественно. Но силу здоровья он уже там, например, пост не держит, потому что там надо таблетки принимать, и нельзя не принимать их, воду пить и так далее, короче говоря, да, ну, условно, главное же не то, что ты делаешь действиями, да, например, не грешишь, какие-то постулаты сохранишь, что же в твоей голове, да. То есть если мы берем мозг, совесть человека, у меня муж крайне тогда религиозный, у меня живет по совести, как надо, по справедливости, там, не обмани, вот эта вся история, это при него вообще. Можно, да, сказать, у меня очень религиозный в плане мозгов муж, его отношение к людям, уважение к людям, и вот как оно должно быть. Наверное, за этого я его люблю, надежный, как сказать, добрый, ответственный человек за эти качества. Но это не про религию. Это так в семье его воспитали, понимаете? В семье даже не религиозная. Он живет получше, чем многие религиозные люди, которые, скажем так, грешат, позволяют себе что-то там убивать, например, обманывать, там, наказывать, всякое такое прочее, да. Грешить такими вот масштабами. То есть это про отношения, про личное, в общем. У каждого это свое. Короче говоря, если турок вам ставит это прям условие, я бы вообще задумалась, зачем это мне нужен такой человек, который не уважает мою личность и меня не воспринимает всецелостно, например, с моей старой религией, которая его не устраивает. И почему он не ставит какие-то условия. Если бы у меня было так категорично, я бы не согласилась, первое, не поменяла бы религию, и второе, я бы, наверное, не согласилась на отношения продолжать после этого. Для меня это как знак, как символ того, что ой, я тебя буду любить только сегментарно, частями. Вот то религию твою не принимаю, надо поменять, а вот тут мне нравится, вот внешность твоя, там, характер твой, а вот это вот нравится. Нельзя любить частями. Либо ты человека полностью принимаешь, либо нет. Если не полностью, это все уже нездоровые отношения. А даже как вообще с этим чувством жить? Когда если ты что-то не так сказал, сделал, поступил, тебя от тебя отказались? Тебя отодвинули? Сказали, я тебя не люблю, не принимаю, отвали? Ну это разве любовь? Нет, это не любовь. Не только, кстати, в моем понимании, вообще в понимании здоровых отношений. Так что есть повод задумываться кому-то над чем-то. Надеюсь, видео было для вас полезным. Что вы думаете вот по этому поводу? Напишите в комментариях, очень интересно почитать. Кому нужна консультация психологическая в инфобоксе под видео, моя почта, пишите тело-письмо-консультация. Скоро увидимся, всем пока.